Друзья, всем привет! Если ролик начинается с автомобиля, значит что? Значит речь пойдет о скидках. В этом ролике мы с вами поговорим про модельный ряд от компании Kia. Но я вас скорее расстрою или направлю на правильный курс, потому что обычно, когда мы снимаем про скидки, я вам показываю большие скидки, хорошие результаты, но с компанией Kia, друзья, к сожалению, так не получится. Мы в любом случае получим свою выгоду, какую вы узнаете в этом ролике. Будет много полезной информации в инстаграме канала для объективности. Я попросил людей за последние пару месяцев рассказать, на каких условиях они покупали автомобили. В общем, сегодня будет интересно и полезно. Присаживайтесь, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Мы с вами приехали покупать новый Kia Soul. Хорошей комплектации, покупает его девушка. Цена автомобиля по прайсу 1 миллион 590 тысяч рублей. Mars Orange цвет, комплектация премиум. Цена такого автомобиля 1 миллион 590 тысяч рублей. Что нам из подарков пообещал официальный дилер? Это сетка в решетку, она стоит. Это сигнализация с автозапуском, которая есть. Сейчас мы смотрим, как она работает. Это ворсовые ковры в салон, они лежат. То есть изначально ковров таких не будет. Это резиновый ковер в багажник, он лежит. Нам, смотрите, сказали, вот важный момент, что стоит уже защита картера. Она по документам прописана. Мы приехали забирать автомобиль с девушкой, она приехала с отцом. Пока мы смотрели, он открыл капот и увидел то, что защиты картера просто-напросто нет, друзья. То есть пока мы общаемся, нам пока рассказывают, что сигнализация есть, смотрите, как все работает, а ее нет. Самое, что интересно, вот мы берем заказ-наряд и что здесь написано, то что все уже установлено. Сейчас менеджер решает этот вопрос. На самом деле это косяк, потому что по их ценам защита картера это примерно 10-12 тысяч рублей с установкой, а ее просто-напросто нет. Друзья, что мы с вами любим? Мы с вами любим покупать товары со скидкой. Именно поэтому в описании к этому ролику вас ждет две ссылки. Первая ссылка это на кэшбэк-сервис Letyshops. Все, что вам нужно сделать, перейти по ней и зарегистрироваться там, если вы этого еще не сделали. Вторая ссылочка, она прям рядышком. Вы устанавливаете расширение себе от Letyshops. Зачем вам нужно это сделать? Скажите мне, кто у нас лидирует по продаже в интернете? Конечно же, Алиэкспресс. И у меня для вас есть отличная новость. 11.11 на Али пройдет грандиозная распродажа, которая продлится всего один день. Но скидки на ней будут достигать до 90%. Лучшего времени для покупок в этом году больше не будет. Поэтому, если ты хочешь приобрести товары выгодно для себя, сделать это нужно 11.11 на Али. Незаменимым помощником на этой распродаже является расширение для браузера Letyshops. Установить его вы сможете реально за 5 секунд. А после этого в 2 клика сможете активировать кэшбэк. А в эти дни он будет до 5%. И это не все. Мы все с вами прекрасно знаем, что китайские продавцы очень хитрые. И они любят завышать цены перед распродажей. А потом делать нереальную скидку. Расширение Letyshops обезопасит вас от этого. Оно показывает рейтинг продавца и динамику цен. Так что хитрости китайских продавцов не пройдут. И уже прямо сейчас каждый из вас может выбрать товары, добавить их в список желаний для того, чтобы 11.11 на Али купить их с хорошей скидкой. Так еще и получить добротный кэшбэк при этом. И кстати, все, кто накопит от 1 рубля кэшбэка во время распродажи, будут участвовать в розыгрыше 100 призов. Обязательно посетите распродажу, так как там можно будет купить товары по наиболее привлекательным ценам. Ссылки на 11.11 Алиэкспресс и расширение Letyshops ждут тебя в описании. Не пропусти этот день, ведь лучшего дня для покупок в этом году больше не будет. В общем, событие разворачиваться стремительно прошло примерно 15 минут. Наш менеджер сходил, посмотрел автомобиль, его спустили, подняли на подъемник. В общем, защиты картера на нем нету. А по всем документам она есть, по 1С у них все прошло. В общем, сейчас их специалисты будут разбираться, нас это мало волнует. Самое главное для нас то, что нам сейчас ее поставят на место. Но, естественно, в силу этого мы требуем, чтобы нам дали денежку, дополнительную скидку. Потому что, ну, это ненормально, друзья, согласитесь, сами документы есть, все есть, подписи стоят. Идем по списку, все проверяем, сетка, есть сигнализация, есть, это есть, а защиты нету. Да, это с одной стороны мелочь, это не так страшно. Но в любом случае, друзья, есть договоренности, и их нужно придерживаться. Вот так выглядит штатная пластиковая, которая идет изначально. А вот так вот выглядит у нас получается наша полноценная защита картера, металлическая, которая изначально должна была быть. Вот теперь, друзья, она есть. Если открыть капот и посмотреть, то теперь ее будет точно видно. Я вам просто могу показать ценник, по которому все, что нам подарили, сколько это стоит у официального дилера. Понятное дело, что цены выше, чем на рынке. Но в любом случае, друзья, уже сто раз мы говорили, что дилер это дилер, это коммерческая организация. Никто вам за себестоимость рынка делать не будет. Вот просто так, для примера, чтобы вы понимали, сколько это стоит. 55 тысяч рублей. Как быть в такой ситуации? Друзья, на самом деле здесь не нужно нагонять жуть и серии. Все, нас пытались обмануть, это мошеннические действия. Всякое бывает, все мы люди, все мы работаем. Естественно, сейчас в процессе выясняем, ну, куда это могло деться. Потому что, сами понимаете, организация крупная. Если бы вот так вот легко можно было бы, в кавычках, воровать, ну, я думаю, уже давным-давно были бы самые негативные отзывы о таких салонах. Но, как это происходит? Возможно, ребята-установщики поставили эту защиту на другой автомобиль, который этого не просил. Он ездит и не знает о том, что на его автомобиле стоит защита картера. Может такое быть, может такое быть. Потому что везде по базам данным, по документам она прошла, и сейчас все думают, так, куда же мы ее воткнули. Что делать? Эту ситуацию всегда можно вывернуть в свою пользу. Смотрите, изначально, когда мы показали менеджеру, что ее нет, он говорит, оп, не к вопросу, сейчас мы все решим, поднимем. То есть ее сейчас уже ставят, как вы видите, но мы пошли дальше. Мы пришли к руководителю отдела продаж, объяснили, что это некрасиво, мы недовольны, нужно конфликт решить. Десяточку вниз по цене на автомобиль, и мы будем довольными клиентами. Девушка здесь, руководитель отдела продаж, все нас выслушала, приняла решение, что спорить не нужно, все, пожалуйста, минус 10 тысяч рублей, между собой они уже разберутся сами. Поэтому, когда вы приходите покупать автомобиль, когда у вас идут подарки по автомобилю, обязательно первым делом смотрите автомобиль и сверяете. Сетка, есть сетка, есть галочку поставили, ковры, есть ковры поставили. Я вам скажу так, что по практике, вот то, что мы ездим, очень часто что-то забывают. В основном это либо ковры забыли постелить, либо забыли постелить ковр в багажник, либо бывает так, что автомобиль идет изначально с ворсовыми коврами в комплектации, а дарят, например, резиновую, но их не положили. Вроде ковры есть, но резиновых-то, которые в подарок нету. В общем, все это дело нужно проверять. Ну что, друзья, самое время сделать выводы. Мы забираем наш Kia Soul, не обошлось без эксцессов, но на самом деле ничего страшного. Такое происходит сплошь и рядом. Самое страшное, когда вам продают автомобиль новый, не бит, не крашен, а он 18-го года, перевертыш. В общем, такое я, честно говоря, сам не встречал. Суть в следующем. Вот машина стоит по прайсу 1 миллион 589 тысяч 900 рублей. Какая скидка, спросишь ты, а я тебе отвечу. Вот сейчас на сделке мы сбили 10 тысяч рублей за их косяк, плюс 10 тысяч рублей, это полноценное первое ТО, плюс подарки, которые я вам показывал из серии 58 тысяч рублей. Вот я посчитал по рынку, вот если побегать, поискать где подешевле, это примерно на 30 тысяч рублей. Итого суммарно мы как бы получаем 50 тысяч рублей. И это реальность, ребята. Вот такая ситуация. Машину мы забираем, все, счастливые владельцы, справляемся дальше. А мы с вами сейчас переместимся к другому официальному дилеру, где мы будем забирать Kia Sportage. И именно там мы пробежимся по всему модельному ряду. Я вам расскажу, какие скидки стоит ожидать там. Итак, друзья, казалось бы, всего лишь пшик, то на самом деле прошла целая неделя. Мы перемещаемся на следующую сделку к официальному дилеру Kia, где мы сегодня будем проходить процедуру оценки по трейд-ин Kia Rio. И после этого послушаем, что нам предложат на автомобиль Kia Sportage с передним приводом в комплектации Lux. Сценник вы увидите на экране. Сейчас же, пока мы ждем человека, пройдемся с вами по автомобилям, и я вам расскажу общую ситуацию на рынке, на какие цены стоит ориентироваться. Что можно получить по Kia Cerato? Друзья, на самом деле автомобиль, с одной стороны, непопулярный. Я думаю, на дорогах вы его не так часто встречаете. Но, как говорят менеджеры, продажи идут, никто особо-то и не жалуется. Да и вообще, в целом, на модельный ряд Kia грех жаловаться, потому что машины относительно доступные по нынешним ценам. В общем-то, их разбирают. 6% на кузове автомобиля, соответственно, на тысяч 50-60 вы можете запросто получить. Я видел, что люди писали, что кому-то делали скидку аж 80 тысяч рублей. Насколько это правда, я сказать не могу. Я лишь делаю публикацию в инстаграм нашего канала. Люди рассказывают, кто на каких условиях купил. Но в среднем, то, что я слышал по машинам, что мне предлагали 50-60 плюс легкие подарки. Итак, в общем, мы подходим к нашей ласточке, которую мы хотим скинуть в трейд-ин. 2010 год, 1.4, механика. Пробег на автомобиле порядка 75 тысяч километров. Сейчас мы послушаем, что люди предлагают. Такие на автомобиле на сайтах по объявлениям примерно стартуют с цены 200 тысяч рублей выше. Но опять же, там состояние просто будет убито. У нас состояние хорошее. Да, есть притертости, но давайте послушаем, что нам скажет оценщик. Довольно-таки все аскетично. Просто самое главное, есть руль, есть коробка, есть педали. Все, сел, завел, поехал. И вот пока происходит оценка автомобиля. Вот сейчас, теперь, смотрите, на данный момент 2 ноября 2019 года, с 1 ноября поддержка стала 160 тысяч. Если мы сдаем Kia, на Kia, в частности, на Sportage. То есть 160 тысяч рублей. Это очень хорошо. Поэтому я думаю, это как раз будет тот самый случай, когда будет выгодно нам однозначно сдавать автомобиль в трейд-ин и забирать новенький. Почему? Потому что на авторичке сами мы его будем, во-первых, дольше продавать. Во-вторых, это будут торгаши приезжать, которые скидка, скидка, скидку. Такие же, как и мы с вами. Но в любом случае, здесь без заморочек отдал машину и уехал на новый. Ну что, пока идет оценка. Менеджер сидит, бьет по калькулятору. Мы пришли смотреть наш новенький Sportage. Напоминаю, 2 литра, передний привод, комплектация люкс. Человек семейный, сфотографировал, отправил жене. Жена говорит, добро, будем забирать. Условно, если мы договоримся. Соответственно, смотрите, друзья, очень часто многие приходят, начинают сразу бить толщиномером, проверять машину по-хорошему. Это лучше сделать, когда уже машина будет в зоне выдачи. Почему? Я очень часто встречаю такие ситуации, когда, например, вот приходишь в машину, все, вопросов к ней нет никаких абсолютно. Но при перегонке, пока ее моют, где-то что-то поцарапали. То есть, по сути, два раза вам нужно автомобиль точно осматривать. Все смотреть. Но в любом случае, пострелять толщиномером тоже можно, для того, чтобы понять, что вот он пришел, некрашенный и с ним все в порядке. Kia Cerato, Kia Ceed. Здесь история плюс-минус та же самая. Копировать, вставить. За исключением вот этого Kia Ceed, который сейчас пошел СВ под 2 миллиона. Там вот есть заряженная версия. На них, говорят, потяжелее получить скидки, потому что машины относительно редкие. Не так много их покупают. Соответственно, спрос меньше. Да и, в общем-то, дилер подвозит поменьше машин. Скидка не такая. Но вот на стандартной версии, то есть 50-60 тысяч тоже сбить запросто. Одним из самых частых вопросов, что можно получить на Kia Sorento, Sorento Prime. Друзья, вот здесь, пожалуйста, Sorento, плюс я вам поверх наложу Sorento Prime. В среднем с автомобиля можно сбить, но не в среднем, а хороший результат, это 100 тысяч рублей. То есть рассчитывать на то, что вы придете за наличку, вам скинут там 1200-300, ну просто-напросто не стоит. Понятное дело, что ситуации бывают разные. Может быть такое, что вы придете покупать автомобиль, и вам сделают скидку больше 100 тысяч рублей, что-то дадут в подарок. Это очень хорошо, такое бывает, такое вылетает. Но в среднем, если вы будете ходить по рынку, звонить, искать, я думаю, вам будут предлагать 60-80, ну опять же, какие-то подарки. Вот я что заметил, что у Киев в частности, очень часто бывает так, что тебе могут скинуть 20 тысяч рублей, но дать хороших подарков, то что суммарно, да, посчитать, если ты покупал бы это сам, что ты съездил бы в один магазин, в другой сервисную установку, либо же там сел бы с доставкой, ждал бы выгоднее изначально попросить подарки, и после этого никуда не ездить, ничего не делать. 100 тысяч сбить с него реально. Итак, друзья, в общем, все прошло, значит, я вам сообщаю все результаты. Вот автомобиль, который мы хотим сдать в трейд-ин, ему на рынке цена примерно, ну, 300 тысяч рублей, если мы его сами продадим, это будет прямо вот так. Есть по нему косяки, есть косяки по двери, то есть все-таки автомобиль не новый, ему он 2010 года, сами понимаете. Нам его оценят по цене 200 тысяч рублей, но нам дают дополнительную скидку 160 тысяч рублей, того мы продаем автомобиль за 360 тысяч. Если отталкиваться от того, что для нас идеал это 300 тысяч рублей, то есть мы 60 тысяч рублей уже получаем в бонус. Дальше мы идем. Скидка от салона прямая 50 тысяч рублей, итого уже 110 тысяч рублей. Далее мы идем. Нам дарят зимнюю резину, не шипованную, как попросил человек. Это примерно еще 30 тысяч рублей. Нам дарят ковры в салон, но по-любому их покупать, комплект сразу оригинальных кладут. Ковры в багажник. Нужен? По-любому нужен. Будешь покупать, кладут. Сетку просим и просим защиту картера. Нам все это дают. Вот суммарно все, что я перечислил, если смотреть по рыночным ценам, это примерно 155 тысяч 500 рублей. Что мы еще посчитали? Мы посчитали каску. Угон Total на первый год. Новая машина 23 тысячи рублей. Вы спросите, а сколько вообще в целом можно скидывать на модельный ряд Kia? Друзья, вот вообще общая картина. 6-7% маржа. Соответственно, вот на вот этот автомобиль с кузова примерно можно скинуть запросто 100 тысяч рублей. Но это вот пришли, вы просто не просите никаких подарков, договорились за наличный расчет без чего-либо, без кредитов, без средынов. Вот просто живая скидка 100 тысяч рублей. У нас же она чуть меньше, но вы понимаете, что у нас больше подарков. То есть все то, что мы будем покупать, у нас есть. Kia Optima. Вот здесь картина очень интересная, потому что в модельном ряду Kia D-класс очень востребован. Многие спрашивают, потому что конкурент ей Mazda 6, ей конкурент Toyota Camry. Многие таксисты ее любят. Я вам даже скажу не то, чтобы многие, очень многие таксисты их любят. На основании этого я спрашиваю, сколько, ну реально можно какую скидку получить. На них особо скидок не делают, в силу того, что машины реально очень хорошо расходятся. Куда бы ты ни приехал, в какой бы автосалон, Kia Optima разлетается для таксистов на ура. Даже здесь мы сегодня общаемся с менеджером, он говорит, вот пожалуйста, в пятницу 5 машин, 5 таксистов. За один день приехали, купили, и вот просто их выкатывают. Но, в реале, вот мы недавно покупали Mazda 6, и человек тогда выбирал, Mazda 6 или Optima. Optima GT Line, ему предложили прямую скидку, вот машина стоит, минус 80 тысяч, плюс легкие подарки. Соответственно, на машине, вот на кузове, вот на хорошей комплектации, примерно сотка маржи. Я знаю прекрасно, что многие заходят, им говорят, какая скидка, вы что, какого-то там белобрысого наслушались? Он вам врет, друзья, но я вам не вру, я вам показываю правду, понятное дело, что прийти в автослон, сказать, я знаю, что есть скидка, сделайте, хрен, так это дело не работает. Нужно вот подойти еще уметь. Кем махав, друзья, вот эта машина, на мой взгляд, это вообще какой-то динозавр, с точки зрения того, что я не знаю, почему вообще его еще продают, и кому он нужен, я эти машины в городе встречал, но в лучшем случае, за год там раз-два. Не знаю, машина на самом деле не популярна, но с точки зрения своих возможностей, эта машина дорогая, и она, у нее, насколько я помню, есть пневма, то есть много чего по машине есть, то есть на бездорожье, куда-то на ней выехать можно, но глядя на нее, я понимаю, что это просто унылый динозавр, и в силу этого, я даже не стал спрашивать, интересоваться, какие на него можно получить предложения, но уверен, что в принципе, что-то хорошенькое можно найти. Очень часто люди ошибаются, когда они думают, что ага, если машина старая, давно стоит, мало их покупают, никому не нужна, значит что? Значит будет хороший дисконт, а машина-то с большим потенциалом, а вот нифига, производитель делает хитро, когда машина, на машину маленький спрос, и машин-то меньше привозят, поэтому вы придете, там их будет 5-6 машин, они потихоньку продаются, но такого, чтобы вы пришли, на него там скинули полмиллиона, миллион, как это бывает с немцами, здесь ждать не приходится. Ну и конечно же, старичок Kia Rio, в нашем случае это X-Line, да и вообще есть обычные версии седанчики Rio, вот на обычной версии седан, скидка примерно 50-60 тысяч рублей, это максимум, условно, друзья, если вы придете к дилеру и скажете, хочу 60 тысяч, он вам наверняка скажет, да ты что, с ума сошел? Мне в частности, скидывали на него 40 тысяч рублей, плюс дарили ковры. Rio X-Line, особенно которые пошли новые, с повышенным клиренсом, автомобили в нашей стране, ну реально востребованные, соответственно, на них хороший повышенный спрос, поэтому дилеры на них зарабатывают, то есть очень часто можно смотреть так, что вы приходите, автомобиль уже с доп. оборудованием, вам говорят, то есть слушай, не прайсовый ценник ты за него отдашь, а даже больше, потому что мы поставили доп, и хочешь покупай, не хочешь не покупай, спрос на автомобили есть, вот именно на Rio X-Line, скидки, друзья, ну на самом деле, это будет там 1020 рублей, это уже хорошо, особенно если вам подарят какие-то подарки. Если вдруг вы покупали, вот все, что я вам сегодня перечислил, с большей скидкой, с честной, да, что за наличку, что не было никаких подводных вопросов, с кредитом, там не было с трейдином, вот в нашем случае вы видите, как нам оценили, что здесь рыночная цена, то есть мы реально остаемся в плюсе. Пишите ваши комментарии, рассказывайте, делитесь, прям кратенько развернутый ответ, на каких условиях вы купили машину, чтобы люди, кто посмотрел, понимали, на что им стоит рассчитывать, и самое главное, не забывайте, когда вы купили машину. На данный момент, 2 ноября 2019 года, что будет в феврале, что было год назад, это совсем другая история. Ну и конечно же, друзья, Kia Stinger, вы думали, я забуду, вы же так часто про него спрашиваете, вот Stinger, Stinger бы посмотреть, есть доступные версии, которые там условно около 2 миллионов рублей, есть заряженная версия 3.3, парни. Сотка, это здесь, как говорится, старт по скидкам, потому что, во-первых, даже если отталкивается от маржи в 7%, при цене автомобиля 100-130 тысяч, это уже с простых версий реально можно сбить, и самое главное, что, например, более дорогие версии, они реально не особо пользуются популярностью, поэтому дилер, я думаю, с удовольствием пойдет вам навстречу. В этом салоне мы покупали Stinger с мотором 3.3 литра, мы покупали его вот так же за наличный расчет, нам, если я не ошибаюсь, скинули около 300 тысяч рублей, плюс еще были подарки по автомобилю. Скидка была, ну, достойная, очень хорошая, и когда мы покупали, это было вот этим летом, салон продал на тот момент за текущий год примерно две машины, это была то ли вторая, то ли третья. То есть я к тому, что машины есть, машина вроде бы неплохая, но на них спрос маленький, особенно на мотор 3.3, то есть они продаются штуками, единицами. Ну что, друзья, вот такой у нас получился выпуск, он был, ну, действительно продуктивный и полезный, теперь вы понимаете, на какие цены, на какие скидки можно ориентироваться на модельном ряде Kia, поэтому я вас всех приглашаю в комментарии, кто из вас покупал, на каких условиях, пишите, ставьте лайки, обязательно делитесь этим роликом с друзьями, особенно с теми, кто хочет купить машину, поймите правильно, я вам озвучиваю то, на что реально можно рассчитывать, если вдруг вы скажете, а я покупал с большей скидкой, пиши в комментарии, я жду от тебя это сообщение, подписывайтесь обязательно на инстаграм канал, потому что там выходят все свежие новости, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии, до новых встреч, всем пока-пока.